Приветствую всех на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – Древний Египет и первые в мире протезы. История протезирования – длительный процесс, истоками уходящий в глубокую древность. Человечество прошло долгий путь от примитивных приспособлений к современным высокотехнологичным протезам. Интересно, что основы протезирования были заложены за многие тысячи лет до н.э. и не кем-нибудь, а древними египтянами. Именно древних египтян с уверенностью можно назвать первопроходцами в сфере ортопедии и протезирования. В подтверждение тому – уникальные находки протезов на древнеегипетских мумиях. Так, например, у мумии женщины ученые обнаружили неожиданную деталь – протез большого пальца ноги. Он был найден в 2000 году в некрополе Шейх Абд-эль-Курна на западном берегу Нила и на данный момент считается одним из самых древних протезов в истории человечества. Международная группа ученых исследовала находку с помощью рентгенографии и компьютерной томографии. Было доказано, что протез изготовили в начале первого тысячелетия до н.э. А это значит, что египетскому пальцу уже 3000 лет. Примечательно то, что он был мастерски сделан из дерева и был не просто прикреплен к мумии уже умершего человека, а явно использовался им при жизни, о чем свидетельствовали следы истертости. То есть, этот палец носил не просто эстетическую функцию, а был самым настоящим функциональным протезом. Деревянный протез состоит из двух частей – пальца и нескольких пластин, с помощью которых он крепился к ноге. Его части подвижны и скреплены между собой кожаными нитями. Протез можно было снимать и одевать, привязывая его к ноге шнурами. Деревянный палец с искусно вырезанным ногтем принадлежал женщине 50-60 лет. Сложная конструкция для своего времени и тонкая обработка материала доказывают высокий уровень мастерства египетских ремесленников. Кстати, ученые из Манчестерского университета проводили интересный эксперимент с использованием деревянных пальцев протезов. Его цель – выяснить, деревянный палец нужен только для эстетики или он действительно облегчал ходьбу и ношение египетских сандалий и таким образом служил как функциональный протез. Двое добровольцев, у которых отсутствовал большой палец правой ноги, носили точные реплики протеза из шейх Абд-эль-Курна и египетские сандалии. В итоге участники эксперимента подтвердили, что протез действительно облегчал ходьбу. Известен, кстати, и второй древнеегипетский искусственный палец. Он был найден в 1881 году и привезен в Британию в XIX веке священником и коллекционером египетских древностей Гревелом Честером и в настоящее время находится в Британском музее. Это тоже палец ноги, но на этот раз изготовленный из картонажа. Материалы из проклеенных слоев льна или папируса. В Древнем Египте обычно из картонажа делали погребальные маски. Искусственный палец был прикреплен к ноге мумии, но не мог использоваться при ходьбе. Он был цельным, не мог сгибаться, а картонаж – слишком хрупкий материал для ходьбы. По мнению ученых, этот картонажный палец нельзя отнести к функциональным протезам, скорее он был деталью погребального обряда. Но тем не менее, протез был. Еще одна сенсационная находка для истории протезирования окончательно подтвердила статус Древнего Египта как первопроходца в этой области. В Каирском музее ученым удалось найти у ранее ничем не примечательной мумии остатки протеза правой руки. Его возраст – 2500 лет до н.э. Вероятно, протез принадлежал кому-то из видных жрецов или представителю знати в период влавствования фараона Джосера. Исследователей поразила сложность конструкции этой руки, ведь она позволяла владельцу производить ряд основных движений. Как и в случае с пальцами, рука крепилась к телу с помощью кожаных ремней. Часть этих ремней играла роль сухожилий, передавая на руку усилия других частей тела. Так сгибанием левой ноги в колени можно было вызвать сгибание руки в локтевом суставе, а поворот тела вправо и влево вызывал, соответственно, сгибание и разгибание кисти. Кстати, под одеждой конструкция протеза была практически незаметна. В заключении можно только сказать, древнеегипетская цивилизация оставила очень заметный след в истории человеческой цивилизации. Исследования и современные находки продолжают это доказывать. А нам остается только удивляться величию древнего Египта, который продолжает поражать нас даже сегодня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем до скорых встреч!